Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Вопрос касается финансовой ситуации. Дело в том, что автор вопроса, Елена, переживает, что при нехватке денег в ее семье, ее муж готов отдать последние деньги своему брату. Вот как семья, которая ни разу за 8 лет брака и всего 11 лет жизни ни разу нормально не помогла, ни финансово, ни как брату, брат-брату. Вот. Собственно вопрос заключается с Еленой в том, что как донести до мужа правильные мысли, чтобы он принял адекватное правильное решение в пользу своей семьи и чтобы наконец-то понял, кто для него важнее. Вот. Елена, я думаю, что ваши переживания, ваши отношения, ваши страхи, они понятны. Но я также думаю, что вы навязываете, пытаетесь навязать мужу свою позицию, свои приоритеты, свои предпочтения. Вот. Что является ошибкой, потому что когда человеку что-то навязывает, он, как правило, уходит в отказ. Да. Дело в том, что если вы не чувствуете, что на первом месте за своего мужа, и если вы видите, что человек действует в определенном ключе, то это, с одной стороны, говорит о том, что ваши отношения выстраиваются не так и не таким образом, где человек чувствует, что вы на первом месте. Ваши отношения выстраиваются по другому принципу, где мужчина почему-то воспринимает вас как раз-таки не на первом месте, как будто вы не на первом месте. Вот это очень важный момент. Это очень важно увидеть, что вы в своих отношениях с мужем не запозиционировали себя так, что он видит вас на первом месте. Мне кажется, что здесь нужно не навязывать свою позицию ему, не требовать от него разделения ваших взглядов и ценностей. А чтобы решение было правильным и мудрым, как вы говорите, если мы не придерживаемся той позиции, что правильное и мудрое решение, это решение, которое считаете правильным вы. Вам необходимо изменить свою модель поведения с вашим мужем и выстраивать ее так, чтобы муж чувствовал вашу важность, чтобы он видел вашу ценность, чтобы он ощущал ее, чтобы это шло изнутри, а не снаружи, как это происходит сейчас. Другой вопрос, что для этого нужно сделать? Для этого, наверное, нужно работать действительно с уверенностью в себе. Для этого нужно работать с самооценкой, для этого нужно работать с личными границами. Для этого нужно работать с вашими приоритетами. Вот вы говорите о том, что если он примет такое решение, то я уеду к маме. Вот попробуйте увидеть и заметить, когда вы хотите уехать к маме, да, если вы хотите уехать к маме, то от чего вы уезжаете? Что это за чувство, которое вам движет? А если вы чувствуете, что ваш муж действует вразрез с вашими ценностями, если то, как он поступает, для вас неприемлемо, то это ведь не изменится от того, примет ли он решение, данное решение в вашу пользу или в пользу другого человека, например, своего брата, да? Это означает, что у вас немножко разные ценности, и вам нужно вот к этому моменту, пожалуй, что выработать свое отношение. На мой взгляд, чтобы это сделать качественно, сначала нужно прожить обиды, проработать их, чтобы они вас не беспокоили, да? Я думаю, чтобы опять же принять решение верно, вам нужно постараться понять своего мужа и увидеть его позицию, донести до него свою. Так, в принципе, появится площадка для компромиссов. Вот. Но то, что вы сейчас обесцениваете позицию мужа, то, что вы сейчас говорите, что вот как я думаю и то, как я считаю, является правильным и мудрым, да? Вот это, к сожалению, не является так. Ну вот. Я думаю, что если у вас разные ценности с вашим мужем, если вы не разделяете его ценности, если вы не ожидаете, что человек действует правильно, то вам нужно понимать, что это будет и дальше происходить, потому что ваш муж такой человек, он не видит в этом проблемы, для него это абсолютно нормально. И даже если решение сегодняшнее будет принято вашей пользы, все равно в последующем будет принято все решение, которое в большей степени соответствует ему. На мой взгляд, здесь сказывается не недостаток вот его каких-то приоритетов, а скорее проблемы, пробелы, если хотите, в вашем взаимодействии друг с другом, который, судя по всему, судя по всему переживает кризис. Вот спросите, пожалуйста, сейчас себя следующим образом. Как вы воспринимаете мужчину, с которым вы сейчас находитесь в браке? Я специально говорю мужчину, не говорю мужа, да? Вот. Как вы его воспринимаете? Кого вы в нем видите? Вот. Кто он сейчас для вас? Значит, мне показалось, что он сейчас для вас только муж. Что есть партнер по ведению семейного хозяйства? Это очень скверная история, потому что люди, чтобы гармонично существовать в браке, вот, людям, чтобы гармонично существовать в браке, желательно воспринимать друг друга все-таки не только как партнера по семейному хозяйству, но и как представителя своего гендера, то есть как мужчину и женщину, как личность, вот, и как, значит, партнера почему-то общим. Вот. Попробуйте ответить себе на вопрос, что у вас с мужем общего, кроме детей. Вот. Это тоже послужит довольно интересным моментом. Дальше. Вы говорите о том, что мы не хотим с мужем ссориться. Ваша позиция, в принципе, понятна, но мне интересно вот что. Мне интересно, почему именно ссориться? Ну, может быть, вы подавляете в себе, ну, или ранее подавляли в себе какие-то важные вещи, которые сейчас, например, и создают вот этот общий фон такой неудовлетворенности, да? Ну, достаточно сильный, довольно сильный, если хотите. Если это так, то с этим тоже необходимо работать, конечно. Следующий момент заключается в том, что вам не хватает денег. Вот, понимаете, какая история? История заключается в том, что у меня сложилось впечатление, что вы живете непосредством. Нет, дело не в том, что я считаю ваши деньги, я ни в коем случае не считаю ваши деньги. Просто с точки зрения психологии, если у людей есть долги и если не хватает денег, то они живут непосредственно. Это означает, что у них есть проблемы с личными границами. То есть человек не отдает себе счет в том, значит, что он может себе позволить, что нет. И все время как бы выбивается за возможности своих доходов. Поэтому очень важно здесь развивать а, финансовую грамотность, б, личные границы, чтобы жить под средством. Потому что довольно странно, если я правильно ваш текст понял, довольно странно выглядит то, что у вас двое детей, один ребенок, который, как я понял, ходит в школу, и вторым ребенком вы беременны. Так вот, довольно странно читать этот текст, эту историю и слышать, что вам не хватает денег. Понимаете? То есть, на мой взгляд, ну, если люди хотят, например, детей, то они сначала обеспечивают себе доход, да. Если люди хотят второго ребенка, то они обеспечивают себе соответственно повышенный доход. Вы как будто бы этого ничего не делаете, да, доход у вас не растет, а количество расходов, конечно же, увеличивается. То есть, тут возникает вопрос, да, какое значение для вас имеют дети? Какое значение дети имеют для вашего мужа? Как вы пришли к тому, чтобы завести ребенка первого, второго? Понимаете, вот эти все вещи довольно важные и серьезные решения, принятые в семье. Их нужно, конечно же, исследовать и понимать, а отражают ли эти решения то, что они под собой подразумевают. Вот, а на мой взгляд, нет. На мой взгляд, нет. На мой взгляд, не отражают и не подразумевают. Отсюда ваши проблемы и проявляются. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Позволю к вам начать на собой работу. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Поздравляю вам español.